Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к текстам книги пророка Исаии, которые попали в четвертую главу. Это очень и очень условное подразделение, граница между третьей и четвертой главой. Книги поставлены буквально посередине фразы, и в результате четвертая глава чрезвычайно короткая, состоящая всего из шести стихов. Тем не менее, в ней содержатся чрезвычайно важные вещи. Вот пророк продолжает свою предыдущую проповедь, находящуюся в третьей главе, и он говорит здесь о том, что Господь восстал на суд, чтобы судить народы, и некому будет навести порядок, некому будет быть вождем Израиля, исцелить раны общества, потому что князья хуже гиены опустошают народ Божий, и весь он наполнен кровопролитием, насилием, грабежом и обманом. И вот в тот день, правда, все будет утрачено людьми, все, на что надеялись, все, во что они, как теперь говорят, инвестировали на черный день, все развеивается, как дым. И вот в тот день, начинается четвертая глава, семеро женщин ухватятся за одного мужчину и скажут, нам ничего от тебя не надо, и хлеб свой будем есть, и одежду свою будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. Ну, во-первых, речь идет о том, что гибнет, гибнет огромная часть людей, в первую очередь мужчин, вот и от внутреннего, так сказать, внутринародного насилия, и от бесконечных глупых и часто подлых воин, которые затевают правители. Вот для Ближнего Востока не только в ту эпоху, но и в другие времена тоже, чрезвычайно характерна вот эта картина, когда женщин очень-очень много, а мужчин очень мало, при том, что, сами понимаете, в каждом поколении рождается поровну мальчиков и девочек. И вот, собственно, на самом деле полигамия, гаремные всякие феномены в этой территории, они происходят не потому, что это хорошо и правильно, а вот как пророк здесь говорит, только бы нам называться твоим именем, числиться замужними. Ну, потому что, как правило, не замужние женщины, в общем, были весьма поражены в правах в этой части земного шара. Но эта вещь в каком-то смысле не самая, то есть совсем не важная в четвертой главе и просто продолжение разговора в третьей. Дальше пророк обращается снова к Дню Господню, и у него появляется в его проповеди новое слово, новая идея, новый образ. Он говорит, в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе. И здесь надо сказать, вообще, как в капле воды, видна, если хотите, сама природа библейского откровения и библейского богословия, потому что вот эта отрасль, это и росток от народа Божьего, как в псалмах говорится о ростке или жезле из корня Иесеева. И в то же время это отрасль Бога самого, вот то, что происходит от самого Бога, и это то, что дается Богом для спасения своего народа. Отрасль Господа для Исаии, в первую очередь, конечно, это именование помазанника, мессии Израилева, потомка Давида, того, кто от Бога придет. И в то же время это человек, который лучший плод земли, лучший плод избранного народа. В тот день отрасль Господа явится в красочей чести и плод земли величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Пророк таким образом говорит, что в тот день, который, собственно, день спасения, произрастит Господь некоего человека, который будет величием и славой, и надеждой Израиля. Обратите внимание, в предыдущей главе речь шла о том, что некому будет восстановить Израиль. Народ, в котором царствует и властвует насилие и обман, где каждый пытается перенести забор на три сантиметра в сторону соседа, где каждый пытается обсчитать, обмануть, обвесить ближнего и все общество или все государство в целом обдурить и ограбить всех своих подданных, вот в нем некому будет спасать, некому будет защищать. И даже если, говорит в предыдущей главе пророк, ты найдешь кого-то, кто выглядит впечатляюще, у него одежда есть там, смокинг, он скажет, нет, я не могу исцелить ран общества. И вот здесь пророк свидетельствует о том, что в тот день сам Бог даст того человека, который будет величием и славой для уцелевших сынов Израиля, кто поведет уцелевших сынов Израиля к новой жизни, к правде и чистоте. И тогда, говорит пророк, оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Собственно, весьма вероятно, что образ книги жизни, в который вписаны имена верных Богу, именно здесь появляется впервые. Хотя, конечно, он оказывается оттесненным куда-то на задний план. Вот образом отрасли Господней. Господь говорит, в тот день Господь омоет скверну дочерей Сиона, очистит кровь Иерусалима духом суда и духом огня. И вот это очищение через огонь, переплавка, в которой очищается драгоценный металл, соединяется в четвертой главе с отраслью Господней, благодаря которой над всем чтимым будет покров. Бог говорит о том, что судьба чистого и нечистого, правды и неправды, того, что построено на насилии и того, что построено на любви и милосердии, эта судьба различна. Шатер будет для осенения днем, для убежища от непогоды ночью, над всем чтимым, над тем, что достойно правды Божьей, над тем, что достойно сияния его лица.